всех приветствую всем здравствуйте я вас приветствую у меня два канала я веду канал влоговый про жизнь про сад про огород про сароделье про мыловарение про все на свете что вижу о том и пою а также для любителей птицы у меня есть второй канал я в частном доме живу а у меня значит есть птица птичье царство легко и просто ребят всем добрый день я хотел бы сегодня с вами поговорить на такую тему я уехал специально жить осознанно пригород это не деревня это не село это пригород но уже считается волгоградской областью а хотя всего лишь где-то 2 километра от прямо района волгограда прям граница района и два километра я здесь рядом с городом но не в городе и я счастлив мне надоело жить многоэтажном доме мне надоело постоянно ходить по городу вот это передвигаться общественный транспорт много лишних людей которых я даже в общем то и видеть не хочу вы знаете в город я согласен с высказываниями город людей заманили как мужик мужик дрозофилл на сладкие фрукты ягоды которые уже пропадают и вот они все слетелись к легкой жизни все считают что в городе жить легко но не люди не задумываются что когда их будет там очень много да и вдруг что-то произойдет как они там будут выживать где люди выживут лучше всего и будет меньше жертв ребят в городе у людей мнимое ощущение что они независимы это мнимая уверенность людей просто меня смешит в моем возрасте вот данный момент времени я просто ржу во все горло над людьми которые думают что они там независимые и они живут и все от них только вот да зависит все они живут многоэтажки отключат воду отключат газ отключат отопление что они будут делать но особо такие интересные у кого есть балкон но поставят себе какую-нибудь буржуйку на длительное время а если не дай бог произойдет какой-то конфликт между государственной война не дай бог не надо этого что будет подвергнут атаки в первую очередь крупнейшие города населенные пункты но не деревни с селами и какими-то частными секторами вы понимаете людей не оповещают об этом люди живут и радуются до многим как в общем то и у меня птица живет и другая скотина извините за такую сравнительную картинку но я их кормлю пою и они счастливы и они даже не в курсе что они пойдут у меня в тушенку либо на сковородку либо в супчик да ребят ну такое глупое сравнение но это правда жизни езжайте жить на свою землю если есть у вас возможность да здесь тяжело да здесь надо многому научиться и многое уметь самому делать но вы здесь в большей независимости и здесь вы в большей безопасности у вас будет здесь самообеспечение хоть какое-то вы будете сами себя отапливать у вас у вас будет своя вода у вас будет хотя бы какая-то независимость электрическая если у вас есть бензогазогенератор мы запаслись топливом и вы сможете себя обеспечить даже электричеством хоть какое-то время поймите жить нужно независимо а не так как вы считаете что в городе независимо людей заманили людей одурили люди живут в городе я чувствую себя какой-то безопасности ну да люди живут там ну вас там очень много вы посмотрите сколько у нас площадей сколько у нас земли не обжитый понятно никто не хочет трудностей и все прекрасно живут в городе вы абуза для планеты ребята развивайтесь самореализуйтесь у нас жизнь вот такая мне уже блин больше пол жизни у меня прожил вроде бы так гляди а все уже скоро это заворачиваться в саван как говорится так что наслаждайтесь для себя жизнью они живите в этом городе в этой клетке как зоопарк для людей вы понимаете вот так я хотел высказаться я надеюсь кому-то это будет интересно кому-то не интересно кому не интересно те наверное уже сделали тык и выключили это видео давным-давно ладненько всем счастливо всего хорошего я желаю вам удачи успешной жизни здоровья правильный выбор сделайте пожалуйста не бойтесь переезжайте жить в свой дом тем более если у вас пенсионный возраст переезжайте в жить в дом вам к вам хотя бы будут внуки приезжать на природу хотя бы будут дышать свежим воздухом у вас будет своя куры возможно козочка какая-нибудь или коровка у вас будет свой чистый продукт натуральный вы хотя бы детям внукам будете обеспечивать нормальное более-менее питание и себе хоть какое-то дожитие будет у вас качественно а кто смеется и говорит он дурак дебил и там подобное такие люди есть это ваши личные проблемы ребят живите как хотите я никого не заставляю я лишь только высказал свое сугубо личное мнение вот а то что над нами сейчас издеваются вот этим коронавирусом это реальный замысел это реальный такой сговор больных на бошку людей которые играют людьми массами людей странами просто как марионетками и это не мои мысли это не мои мысли жить надо в иделии с природой об этом даже сказали очень известные люди они говорят просто их не слышат ну вот маленькое видео для примера кому интересно смотрите это страшный план родившийся в голове людей у которых я думаю очень большие комплексы неполноценности у которых может быть даже какая-то нервно психическая болезнь очень серьезные нарушения потому что придумать такую издевку над землей придумать такую издевку над человечеством это надо быть зверьми это не люди безусловно но страшно то что этот конспирологический план так долго хранился в тайне так по тихому начинала виться вот эта паутина вот этого окутывания всех людей планеты такими какими-то гнусными идеями по поводу того что вы все будете болеть вы будете сидеть по домам вы не но нет